В Восточно-Казахстанской области появится система прогнозирования паводков. Сейчас над ее созданием трудятся ученые ВКТУ имени Серегпаева совместно с заинтересованными госорганами. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям встретились с разработчиками, чтобы обсудить преимущества изобретения. Для создания аналитической системы, которая позволит спрогнозировать сезонные наводнения, ученые используют обширный список данных. Моделирование речной гидравлики и зон затопления, современные геоинформационные системы, детальную картографическую привязку опасных объектов, объектов инфраструктуры, учреждений, жилой застройки, рельефа, метеоусловий и многое другое. В основе моей научной работы лежит комплекс программ, то есть их там несколько используется, то есть ГИС-системы, потом программа по моделированию, математическая модель, которая создана внутри университета, непосредственно и визуализация. Вот как раз часть моделирования ответственна программа МАЙК. Мы сейчас планируем наращивание самих данных, которые необходимы для моделирования. То есть это как минимум желательно около 50 лет данных нужно хранить в этой программе, для того, чтобы она могла еще точнее и более точно прогнозировать уровни затопления и территории затопления. Ученым предстоит учесть множество факторов, чтобы повысить точность программы. Пока она находится в стадии тестирования и ее точность достигает 40%. Мы должны какую-то хронологию взять за несколько многих лет, ну, по крайней мере, предусмотреть, что было весной, что было осенью, сколько осадков выпало, как грунт промерзал, имеются ли грунтовые воды, какая их высота стояния и так далее. Какие грунты здесь вообще. Чем больше диапазон рассмотрения данных, тем больше вероятность попадания как бы в точку. Ученые также планируют подключить технологии искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность программы. Мы сейчас дорабатываем эту программу. Есть у нас много предложений по этой программе. Есть моменты, например, самое важное нам – время добегания. При поднятии резкого уровня воды в маленьких реках, либо в крупных реках, нам интересно будет время добегания этой волны до населенных пунктов. Это будет время для подготовки населения, либо наших сил и средств. Как отметили спасатели, северо-восточные районы области сейчас требуют особого наблюдения. Там выпало в полтора раза больше осадков по сравнению с прошлым годом. Между тем, пока, по их словам, угроза отсутствует. Алексей Сафонов, Алтай-Акапарат.